И как туда проехать? Как? Вот присядьте, оттуда вода, из леса вода. Тут всё размоется и всё. 77-летняя Лидия Чёван с трудом сдерживает слёзы. В селе Подгорном Козлажарского района женщина проживает с самого рождения. Говорит, состояние дорог здесь оставляет желать лучшего. Весной рядом с домом пятионерки появился орык для талых вод. Его выкопали, но дорогу в порядок не привели. Это единственный в селе спуск к реке Есиль. Местные жители переживают, что орык станет препятствием для машин экстренных служб в случае необходимости. Один спуск к Ишиму. Единственный спуск, не дай бог, пожар в деревне. Больше нигде не выпас к речке. Вот только здесь единственный спуск был. Они вот видите, что сделали? Призбути вода. Вода будет из леса. Тут сильно вода идёт. А мы здесь старожители, которые прожили 80-90 лет, старики, не можем в магазин пройти в галошах. Если бы видели, что здесь было месяц назад, это вообще кошмар. Лужа от наших ворот, и вот до тех ворот лужа стояла. Дети купались летом. Мы обратились с этим вопросом в сельский Акимат. Акимокурга ознакомил нас с проектно-сметной документацией на следующий год. Согласно плану, в арыке будут прокладывать трубопровод. Кроме того, в рамках проекта предусмотрен ремонт нескольких улиц. «Запланирован ремонт ряда улиц. По улице Школьная отремонтируют 83 метра. Центральной – 1 километр 120 метров. Лесной – 520 метров. Береговой – 530 метров. Амангильды – 1 километр 200 метров дороги. Вся документация готова. Всего на эти цели выделили 169 миллионов тенге». Провести работы в этом году не получилось из-за паводка. Все силы и средства в Козылжарском районе брошены на ликвидацию его последствий. Весной здесь подтопило более полутора тысяч домов. Жителям села предстоит подождать до следующего года. После дорожного ремонта ситуация обещает измениться в лучшую сторону. Валерия Филатова, Александр Янсен, МТРК.